Эта запись наемников ЧВК «Вагнер» сделана якобы в Солидаре. На ней боевики утверждают, что взяли город под контроль. Украинская сторона опровергает информацию о взятии Солидара российскими силами. Город остается под контролем ВСУ, но там идут ожесточенные бои. Настолько интенсивно мы стреляем по их позициям, но мы тогда можем стрелять по их расположениям. То есть у нас есть координаты цели, где они прячутся. Мы их знаем. Солидар стал самой горячей точкой в Донбассе. Через него российская армия пытается прорваться в Бахмут, вокруг которого с августа 2022 года идут бои. Бахмут находится в 13 километрах от Солидара. По данным местных властей, ситуация в городе на грани гуманитарной катастрофы. Там разрушена практически вся инфраструктура. Нет воды, света, газа и отопления. Вот в чем хожу, в дом и сплю. Четвертый месяц уже, извините, не купались, ничего. Скоро уже замерзает это все. И кухня уже, и туалет замерзнет. И что вы хотите? 17 мая. Первый раз к нам сюда ракета гепнула. У всех окна повылетали. Дома разрушены. Люди без квартир остались. Тут у нас тоже в дом три раза прилетало. На фоне ожесточенных боев в Донбассе официальный Киев в очередной раз заявил, что нуждается в обещанных поставках оружия из Европы. Я не маю сумнівів, что Украина отримает немецкие танки «Леопард». Больше, я думаю, что и немецкий уряд десь глибоко в душі розуміє, что это решение будет ухвалено и танки будут переданы Украине. В отсутствии этого решения уже сейчас меня засмучивает лишь тем, что чем дольше будет это решение ухваливаться, тем больше людей загинет через отсутствие на оружии нашей армии необходимых танков. Ранее генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что бои за Солидар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.